И вот именно поэтому у вас такая уникальная возможность есть попробовать, что это такое, что это за резина, как она цепляется, как машина себя ведет на этой резине. Это неимоверное ощущение, поверьте мне. Я вам предоставляю такую возможность, ребят. Пишите по цене гражданки, вы попробуете, что такое зацеп и реализуете весь потенциал своей машины. Ребят, всем привет и добро пожаловать в нашу новую серию блога, в которой вы сейчас увидите максимально большую покупку полусликов за всю жизнь. Короче, вот нам уже там подвозят. Ну это маленькая часть, скажем так. Мы сейчас вот с Игорем будем думать, обдумывать, как мы будем грузить вообще эти все колеса, почковать какой-то. Надо будет сейчас применять скилл по Тетрису, чтобы все это вкинуть, все это вместить. Так, 25 штук. Ребят, ну кто разбирается в спортивной резине? Ну, во-первых, это один и тот же размер, 260Т3518. Первое. Второе, по рисуночку. Ну давайте, кто у нас хорошо шарит. Ахиллес 123С, Троэйс Кингрейсин, Веслэйк Спорт РС. Это у нас еще один Троэйс. И самый жир, ребята, это, ну я не знаю, новинка этого года. Нашумевшая очень резина. Ребята, это Валина. И цена на эту резину, конечно, ну, тоже топовая. Вот такая вот стопочка у нас. Фух, короче, задолбались грузиться. Ни хрена не влезла по факту. Короче, вот в Дастера залазит. Короче, 8, 8. В Икса... В Икса 9. Вот вместительность, вот, пожалуйста. Полноразмерный кроссовер, неполноразмерный кроссовер. И вот у нас еще осталась, вот, горочка. Короче, сейчас одну ходку делаем, Иксом. Вот, я подожду. И следующей ходкой остальные все колеса забираем. Где-то там сзади, в зеркале не видно, короче, едет Игорь на 53-м. И везет вторую партию, так сказать, вторую ходку. В общем, это круто. Да. Ну, как бы я упендриваться не буду, мы с ним купили эти колеса пополам. Вот. И свою часть он уже себе домой отвез. И часть моей части, если сейчас везет. И разгрузим у меня в гараже ее. Итак, друзья, в общем, немножко запыхался, пока колеса вытаскивал из гаража. Короче, давайте сейчас продолжим. И я вам покажу конкретно, что здесь у меня теперь есть за резина, которую, ребят, вы можете приобрести. На самом деле, да, ну, вы все понимаете, что для 540-й столько полусликов даже на один сезон, но реально многовато. Не та мощность, не те сейчас выезды на ивенты, так сказать. Но, но, у меня вот, ну, появилась возможность приобрести вот такой широчайший ассортимент реально крутых полусликов 2021 года, кроме Ахиллеса. Потому как он уже, ну, закончил свое производство, вот этой модели 123С. И сейчас я вот, ну, так бегло выкатил это все, чтобы вам сейчас показать вообще, что есть, что вы можете приобрести. Единственный минус, ну, только по Украине. Потому как, ну, в Россию не то, что заструдненная доставка, она практически невозможна. Вот. Так, давайте начнем вот с самого вкусного. Это та самая Valino PRG, вот, 08RS, которая, как бы, ну, выбивает все остальные шины вообще полностью из колеи. На рынке появилась читерская покрышка Valino. На ней машина едет намного быстрее. У нее явно неправдоподобный написан на борту Threadwayr. Она супер мягкая, то есть она дает супер держак. Участников на всех остальных шинах, соответственно, тоже из колеи выбивает. Это сейчас на данном этапе, на данный момент времени самая зацепная резина из размера 260-35. Напомню, это вся резина в одного размера 260-35. И Valino 08RS самая-самая зацепная шина в этой категории. Некоторые из вас могут, конечно, написать, да вот, 3.8 KR как бы лучше. Ну, ребят, ну, вот в дрифте, в Time Attack, например, вот эта резина сейчас признана самой топовой, потому как она реально лучше всего держит. Но и она самая дорогая, ребят. Эта резина, чтобы вы понимали, новая, стоит одно колесо 130 фунтов. Это порядка, ну, 190 долларов. Одна шина, одна, ребят. Здесь, как вы видите, их 4. Да, вот та пара уже как бы вообще просится на помойку, но она еще поездит, поверьте мне на слово. Для таких машин, как у нас, она еще поездит. То есть, смотрите, вся резина вот эта вот, вся доступна к покупке. Любая. В том числе даже та, в которую будто сейчас моя машина, это Westlake. То есть, у меня, грубо говоря, вот есть комплект, ну, пара Westlake, вот, Westlake Sport RS живого. И там еще будто пара. Если кому-то будет прям надобность комплект купить, пожалуйста, я и со своей машины готов снять. Потом, ну, сезон подходит к концу, ну, если что, я переобуться сам себе во что найду. Я думаю, вы сами понимаете. Короче, смотрите, по ценам. По ценам пишите мне в личку. Я Инстаграма вставляю. Кому интересно, пишите в личку, потому как, ну, я цены окончательно сам еще не сформировал, да. Вот, то есть, понятное дело, что если кто-то захочет валину, но подешевле, я эту продам. Если кто-то захочет нормальный валину, но с нормальным остатком, то я эту пару продам. Вот, сразу говорю, цены все вменяемые. И что самое главное, цены на уровне гражданки в размере 263,5-35. То есть, зайдите на любую торговую площадку, где продают бушную резину. И вы увидите цены на эту резину. И пишите мне, я вам практически ту же самую цену озвучу. Только это дорогущий полуслик по 130 фунтов за штуку, ребят, вдумайтесь. Так что, мое предложение очень-очень выгодное. Для экспертов, так сказать. Мне вот понравилась мне фраза. Мальчики выбирают резину по рисунку, а мужчины по трейдверу. Что такое трейдвер? Ребят, трейдвер шины, это, грубо говоря, ну, простыми словами, степень ее мягкости. Насколько мягкая резина, насколько мягок ее состав. То есть, чем меньше число трейдвер, тем она более зацепная, тем она более мягкая. Но, чем больше она, чем быстрее начинает сжираться, по большому счету. То есть, у Валина очень низкий трейдвер, аж 160. Это, ну, очень низкий показатель, который реально редко встречается в стритовых шинах. Это, напомню, стритовые шины. Это не какие-то там только для соревнований, ну, как пишут Only Competition News. Нет, это стритовая шина, на ней по городу можно спокойно ездить. Чуть-чуть ниже трейдвер 140, это вот 3A, или 3A, как правильно, не знаю. Вот у этой модели 140. Но, тем не менее, Валина держит лучше. Непонятно почему, ну, вот состав решает, видимо. Короче говоря, ребят, пара лучше, пара хуже. Следующая, давайте сразу не отходя от кассы, 3A, формула R1. Тоже очень нашумевшая, очень классная резина. И зацеп у нее, ну, поверьте мне, гораздо лучше, чем у Westlake. Гораздо лучше, чем у любой гражданки. Гораздо лучше, поверьте, чем у нашумевшего тоже в определенных рядах Мишлена. Вот, то есть, эта резина держит тоже ОГОГО, трейдвер 140, напомню. Состояние тоже, ну, как бы, да, они практически на метках, но практически. То есть, неполноценно на них ездить вполне еще можно, и эта резина еще будет цепляться, поверьте мне на слово. Я год назад, вы помните, ставил на свою машину вот эту вот модель. Это Achilles 123S осенью. Я вот просто прикреплю это видео, и вы посмотрите, как машина неимоверно цеплялась. Она вообще у меня не буксовала. Я с 4000 оборотов прыгал на этой резине, на моноприводе, и у меня вообще она не пищала даже ни разу. То есть, понимаете, насколько сильный зацеп у этой резины. 123S. Кстати, вот, Achilles 123S, он уже, к сожалению, снят с производства, его больше не производят. И это единственная резина из всего этого ассортимента 2019 года выпуска, потому что больше она не производится. То есть, вся остальная резина 2021 года, ребят. 2021 год, этот сезон. То есть, это новая резина, практически просто она уже, ну как бы, прошла свою жизнь на треке, и имеет возможность дожить ее в стритовых условиях. Так, камера села, прошу прощения. Короче говоря, Achilles 123S также у нас доступен к заказу, и мной проверен. Очень классная, очень держаковая резина, поверьте мне на слово. Это просто, ну вот, я его тогда назвал клей. Просто машина, которая цепляется и не буксует абсолютно. Единственный минус вот этой всей резины, в целом, не только Achilles, но это то, что, возможно, если вы будете переусердствовать, вы себе сожжете сцепление. Как это сделал я. Так что, с этими вещами нужно быть, ну, немножечко поосторожнее. Так, давайте, вот еще подходил, еще раз подойдем. Веслейк Спорт РС. Резина тоже с очень хорошим остатком. И это, знаете, вот такая золотая середина, вот для вот таких вот машин мощностью порядка, там, ну, 300 и выше лошадиных сил, 300-400. То есть, она дает необходимую пробуксовку, но она дает необходимый разгон. То есть, на ней машина и буксует, и разгоняется одновременно. И износ у нее, ну, не такой быстро катастрофический, как, например, ну, вот у Валина, к примеру, да. Или у Achilles. Achilles тоже быстро очень хавается. Вот, то есть, такая золотая середина. Плюс по цене, это самая доступная шина, 110 долларов. Одна штука новая, ребят, напомню, новая. Это не моя цена, это новая резина, просто, чтобы вы понимали. Achilles, Achilles стоит новый порядка 150 долларов, один. Так, и следующий, тут, как бы, у меня целый комплект. Это тоже Triace Racing King, модель называется. Тоже 265-35 R18. И единственный по ней минус, это, ну, вот, слегка неравномерный износ. То есть, по одной стороне вы можете увидеть, что чуть-чуть больше схавано. Но, как бы, это не проблема. Я вообще до талого езжу по одной стороне, потом резину просто переворачиваю, езжу дальше. Машину не кидает, ни по колее, ничего. Тоже резина, 21-й год, без повреждений, с нормальным остатком, хорошим остатком. И это тоже очень-очень зацепный полуслик. По цене, ну, честно говоря, плохо помню, около 130, ну, около этого. 120-130 долларов за колесо. Вот, кстати, модель Formula R1, она дороже. Она дороже, потому как у нее трейдвер чуть-чуть пониже, чем здесь. Так что, ребят, в общем, вот такая вот резина, доступна к заказу. Пишите мне в Инстаграм обязательно и обращайтесь. Вот под конец сезона, осенью, вот реально цены я, как бы, двигаю максимально. Потому как, ну, я понимаю, что и конец сезона, это особо никому не нужно сейчас. Но я закупился, честно скажу, к весне. То есть, к весне вот эта вот вся резина, она реально подорожает. Она свежая на 21-го года, то есть у нее остаток нормальный. Она еще поездит и в стриту она поездит. Мне, например, одного комплекта, одной пары, вот на стритовую езду гражданскую и выезд на Драг, например. Мне ее хватает на сезон, вот с таким вот остатком. Вот прям за глаза на сезон хватает полностью. Еще остается там протектора вполне. Вполне-вполне. Так что, ребят, пишите и берите. Другой такой резины по Украине вы не найдете. Новая, я не знаю, вот просто так ее заказать, во-первых, сложно. Во-вторых, она реально космических денег стоит. Вы ее просто, ну, как бы, даже вы, располагая такой суммой, ну, для стрита никто не берет такой резины. Это слишком дорого, понимаете. А вот найти БУшную я искал, честно, честно, ради интереса. Вот просто вот в других местах БУшную резину, сколько она стоит и все остальное. Да, в принципе, я не нашел с продажи БУшной такой резины. Ее нет. И вот именно поэтому вот у вас такая уникальная возможность есть попробовать, что это такое, что это за резина, как она цепляется, как машина себя ведет на этой резине. Это неимоверные ощущения, поверьте мне, когда вы боретесь с зацепом, боретесь с буксом постоянно, чтобы зацепилась машина. Как-то хотите реализовать свою мощность, потому как, ну, вот у меня, например, 0100 постоянно плохое. У меня машина постоянно буксует. И даже на Westlake. Для меня Westlake, вот это уже, ну, такая ступенька, которую мне уже нужно переступать. Для меня зацепная резина, на которой я реализую машину, это Achilles 123S. Вот в том году я это понял. То есть у меня трейдверс 160 минимум мне нужен, чтобы реализовать нормально 0100. Вот. И эти ощущения словами не передать, эти ощущения можно только попробовать. Я вам предоставляю такую возможность. Пишите по цене гражданки, вы попробуете, что такое зацеп и реализуете весь потенциал своей машины. Даже если у вас там, например, не 4.4, не важно. Даже если у вас, например, M54 B30, эта машина тоже буксует. Очень сильно буксует. И ей нужны полуслики в том числе. И реализовать очень крутой разгон можно на этой резине показать офигеннейший результат, который можно будет потом друзьям показывать и хвастаться. Так, и на этой ноте, ребят, я, пожалуй, буду заканчивать. Вот такое вот видео. Да, вы скажете там, вот, Рома, не в ту степь что-то ты пошел. Мне, честно говоря, очень давно уже хотелось заняться чем-то подобным. То есть я вам откровенно скажу, либо резиной я хотел заниматься, потому что, ну, есть у меня возможность приобретения такой резины в оптовых, так сказать, размерах. Либо заняться разборкой. Разборкой M54. Вот эта тема мне, в принципе, интересна. Не в масштабе там, как бы, большого заработка там или чего-то еще. Нет, просто вот, ну, для души. Вот, просто хочется вот этим заниматься. В небольших объемах, вот, примерно как эта. Или там есть разборка, там, ну, до пяти машин, например. Вот, просто интересна эта тема, как бы, для себя, для души, на интерес. Ну, а с вас, ребят, подписка. С вас, ребят, лайки. Пишите по резине. По цене договоримся. Цена реально сейчас хорошая. И вот эту вот пару, заберите у меня ее, пожалуйста. Просто заберите у меня ее. Потому как я реально себе хотел вот эти подлысевшие попробовать поставить. Но если я их поставлю, у них просто жалко, понимаете? У них просто жаль. Хотя, на самом деле, реально интересно поставить. Вот, любую из этой пары. Буквально, в смысле слова, любую. Ну, кроме веслейка. Веслейк для меня вот такой уже слабенький. Ну, как бы, он и самый дешевый по цене. Вот, и попробовать, наконец-то, таки замеряться. Вот, выберу себе какую-нибудь парочку. Либо эту, либо эту. Не знаю, посмотрю еще. Ахиллес жалко. Ахиллес на продажу. Как бы, за ахиллес я вообще ручаюсь. То есть, это та резина, которую вы возьмете. И будете, ну, просто кипятком писать от радости. И, в общем-то, сделаем замер. Я думаю, всем будет реально интересно. И мне в том числе.